Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абраамяном. Мохратахи ремонтируют разрушенные во время войны дома в жилом фонде села около сотни свободных домов, сказал мэр. Обращение к армянским ученым. Азербайджан прямо грозит установить блокпосты на участке Лачинский коридор Тигран-Абраамян. Палестина обвиняет армян в неспособности защитить свое наследие. Около города Самосад в Западной Армении возник холм возрастом 4 тысячи лет. 40 представителей из разных стран приняли участие в международной научной сессии, посвященной 150-летию из Пиндаряны. Президент Республики Западной Армении Арменак Абраамям в эфире телекомпании «Западная Армения» представил исторические отношения между Францией и Западной Арменией, коснулся предстоящих президентских выборов, проанализировал взгляды, высказанные кандидатами в президенты в разное время, дав оценку, полностью отражающую взгляды в Западной Армении. Он также рассказал о кандидатах, спешащих в Армению накануне президентских выборов, которые, по всей видимости, пытаются получить голоса у тысяч армян, проживающих во Франции, выражающих свою поддержку Армении и имеющих право голоса. Президент Арменак Абраамян также рассказал о признании геноцида армян со стороны Франции и его дальнейших шагах. Жители общины Мохратах Мартакерцкого района Арцаха уже вернулись к нормальной жизни. Об этом в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил мэр общины Мохратах Нораир Амирян. В селе проживает 321 человек. После войны все вернулись на родину. Кроме того, в селе обосновались пять семей вынужденных переселенцев. У нас более сотни свободных домов в жилом фонде, которые мы с радостью предоставим переселенцам. Во время войны в селе было разрушено пять домов, которые сейчас ремонтируются, сказал мэр. Наш собеседник выразил сожаление, что во время войны в селе погибли три человека, а семь односельчам были ранены в ходе боевых действий. Говоря о занятости, глава общины отметил, что, как и во всех селах, они в основном занимаются животноводством и сельским хозяйством. Выдержки из статьи публициста Марии Барсахян-Ханджам в газете «Горапарак». Наши историки, доктора и ученые вроде бы заняты только проведением ученых советов с защитой диссертаций с целью повышения своей ученой степени. Между тем, ставшие нашими соседями по историческому недоразумению, кавказские татары, этноним которых, то есть имя данное им Сталином, отцом советских народов азербайджанцы, так обнаглели от бездействий наших ученых и Министерства иностранных дел Республики Армения, что уже посягаются на наш армянский святой алфавит, созданный Месропом Маштоцем. Статья полностью доступна на нашем сайте. Тигран Абраамян написал на своей странице в Facebook. Для продвижения идеи коридора Азербайджан фактически прибегает к новому шантажу, пытаясь вернуть вопрос Лачинского коридора в стадию обсуждений. Следует отметить, что до этого момента, чтобы получить коридор, Азербайджан вернул на обсуждение вопрос дороги Горис-Капан, пригрозив, что в случае непредоставления коридора на нем и дороги Капан-Джакатен установят контрольно-пропускные пункты. В результате были созданы азербайджанские блокпосты, а дорога для Армении была закрыта. Факты говорят о том, что Азербайджан вынес на повестку дня вопрос о Лачинском коридоре, что грозит опасными изменениями в правилах дорожного движения в случае невыполнения его требований. Азербайджан прямо грозит установить блокпосты в Лачинском коридоре, что чревато катастрофическими последствиями. Завершился визит в Армению делегации по церковным вопросам Верховного президентского комитета Палестины. В столице Армении состоялись переговоры с президентом арменом Саркессианом и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. В пресс-релизах встреч отметили, что обсуждались вопросы, связанные с богатым армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле. Частью этого наследия является земля, аренда которой стала предметом множества споров и слухов. Официальный представитель Палестины косвенно обвиняет армянского патриарха Иерусалима Нурхана в содействии осуществлению израильской оккупационной программы. Власти Палестины глубоко опечалены попытками Израиля утвердиться на территориях, принадлежащих армянскому патриархату, в которых они видят попытку создания условий для пересмотра международно признанного и статуса Иерусалима. Из всего этого очевидно, что и Святой Престол Армянской Апостольской Церкви, и политическое руководство Армении будут косвенно вовлечены в урегулирование спорного вопроса. Это вселяет надежду на то, что все угрозы, способные поколебать основы 1600-летнего армянского присутствия в священном городе, будут окончательно устранены. Исторический холм возник в оккупированной армянской провинции Самосад после того, как вода водохранилища в какой-то степени высохла. Очевидцы рассказали администрации музея о холме, найденном в известном месте под названием Гявуртепен недалеко от села Ургюч. В результате исследований, проведенных в этом районе, обнаружено архитектурное сооружение и гончарное изделие второго тысячелетия до нашей эры. Таким образом, мы убеждаемся, что Западная Армения является колыбелью не только армянского народа, но и всей цивилизации и культуры человечества. Уже неудивительно, что на каждом шагу мы встречаем исторически ценные места, сооружения или места поклонения. Как истинные наследники мы должны бороться за свои права и требовать справедливой компенсации. Чтобы стать полноправными владельцами наследства, оставленного нашими предками. Институт искусств Национальной академии наук Республики Армения, Дом музея Александра Спиндиаряна и Союз композиторов Армении с 14 по 16 декабря провели международную научную сессию «Александр Спиндиарян-150», посвященную юбилею великого армянского композитора. В международной научной сессии приняли участие 40 участников из Армении, Арцаха, России, Латвии, Швеции и Нидерландов. Были представлены различные доклады об образе жизни Спиндиаряна, различных сферах деятельности, жанрах и стилистических особенностях, говорится в сообщении. Решением ученого Совета Института искусств Национальной академии наук Республики Армения, при поддержке Всеармянского фонда, финансирующего арминоведение Национальной академии наук Республики Армения, результаты научной сессии будут опубликованы в начале 2022 года. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!